Добрый день, дорогие мои друзья! Коль уж скоро мы с вами поговорим о нестандартной фигурке последнее время. Мы поговорили накануне о том, как преобразовать нашу спинку, если у нее есть такая особенность, как выступ ягодиц. Сегодня мне хочется продолжить эту тему и поговорить уже о том, как преобразовать нашу спинку, если у нее есть такая особенность, как выступ лопаток. Как выглядит такая фигурка? Такая фигурка выглядит примерно вот таким вот образом. Вот таким образом. Когда выступ лопаток у нас есть, и вы мысленно надеваете на нее какое-то платьице, попы это платье касаться не будет, потому что в области лопаточек будет выпуклость большая, а наоборот в области ягодиц будет слабина или лишняя ткань. Если вы хотите получить не широкое свое изделие, а все-таки как-то его подобрать вот в этой нижней части, то вы вынуждены будете на ткани внизу, на нашем платье, на нашей базовой конструкции, ввести вот такие полурельефчики, с помощью которых мы будем забирать это наше изделие в области ягодиц, чтобы обеспечить ему какое-то комфортное прилегание. Как это мы сделаем? Давайте разберем. Подробно это все расписано вот в такой книге. Еще подробнее это все показано в масштабе один к одному в моем базовом курсе, который называется «Строим нашу идеальную выкройку». И я показываю вам там, как это все можно нам выполнить. Итак, буквально быстренько и несколько слов. Если у нас в этой области будет выступ лопаток, тогда мы должны увеличить прежде всего вот эту расчетную нагрудную выточку плечевую. Обычно она у нас идет 1,5-2 см на целый 1 см. То есть не забудьте, обязательно мы ее увеличиваем на 1 см. И она у нас получается вот такая вот большая и объемная. Если вы увеличили вот эту выточку, ширина плеча, соответственно, стала меньше. И поэтому вы добавляете этот сантиметр к нашей пройме. Вот таким образом у вас меняется ваша выкройка. Затем вы берете и из нижней точки проймы, из нижней точки вашей талиевой выточки опускаете вертикальную линию. На уровне бедер у вас лишняя ткань, слабина. Ее величина обычно 2 см. Влево и вправо вы откладываете по 1 см. И рисуете вот такие вот параллельные две линии до низа своего изделия. И, соответственно, возвращаетесь к расчетному раствору талиевой выточки. И у вас получается вот такая вот ракета, которая была показана на базовой конструкции. Вот это та самая лишняя ткань, которую вам нужно убрать для того, чтобы обеспечить вот такое вот прилегание. То есть вы по-любому формируете выпуклость на область лопаток снизу и на область лопаток сверху, увеличивая вот эту выточку. Ну вот. И сегодня наша задача, третий этап работы с нашим изделием, это, пусть лежит вот так эта книжка, это моделирование. Я не хочу, чтобы у меня было здесь две палочки, вот таких два полурельефа. Я хочу, чтобы у меня был достаточно стандартный вот этот вот плечевой, вот этот средний шов по спинке, куда бы я могла оформить складку, шлицу или разрез, или еще что-то, что мне угодно. Поэтому я выбираю выступ лопаток на своей выкройке. Это будет примерно вот эта точка по спинке. По линии талии я забираю свои любимые, вот здесь, полтора сантиметра. Пока строим вот в таких вот линиях. И эти полтора сантиметра мы обычно вот так вот сводили к линии бедер. Вот так мы делали, да, с вами. Но сейчас я хочу... Мне не нужно вот это все. Я хочу этот полурельеф сдвинуть к среднему шву спинки. Поэтому я вот эти два сантиметра откладываю уже от середины спинки влево, да. А раствор выточки какой? Здесь два сантиметра, здесь полтора сантиметра. Но хотя бы два я тоже должна вот здесь вот взять. То есть я увеличиваю уже свое приталивание в среднем шве до двух сантиметров и оформляю эту линию вот так. Средний шов спинки. Затем эти два сантиметра я опускаю вниз. Вот так. И у меня получилось, что лишняя ткань, которая была в полурельефчике, она ушла в средний шов спинки. А что осталось от полурельефа? Отнимаем от расчетного раствора талиевой выточки вот эти два сантиметра. Ну и осталось у нас, допустим, там полтора сантиметра. И отодвигаем, соответственно, обязательно ближе к боковому шву, как показано у нас вот здесь. И моя талиевая выточка по спинке будет вот такой вот достаточно маленькой, небольшой. Вот так вот у меня получается. Вот и все, что нужно нам сделать для того, чтобы учесть такую особенность, как выступ лопаток. Я не буду приклеивать. Посмотрите, что у нас получилось. Вот такая вот история с выступом лопаточек. Когда это можно сделать? Это можно делать, конечно же, только тогда, когда ваша ткань мягкая, пластичная, похожая на трикотаж и достаточно тяжелая. Если вы попытаетесь вот эту историю выполнить в тканях жестких, грубых, формоустойчивых, которые невозможно сутюжить, то я не думаю, что эта версия вам понравится. Почему? Потому что вы создадите выпуклость в этой ткани только посередине спинки, на уровне позвоночника. А у вас, извините, лопатки две, они достаточно широкие. И вот такая вот версия, первоначальный вариант, оно будет в любой ткани выполнимо. А то, что я показала вам сейчас, вот эту вот историю, это выполнимо только в тканях мягких, которые позволяют сутюжить нашу выкройку, вернее, нашу спинку, и позволяют как бы перераспределить это на две части. Итак, пожалуйста, следите за этим и будьте внимательны. Ну, а в довершении темы я расскажу вам одну забавную историю. В ту пору, когда работы у нас было очень много, когда еще все ходили в пору Советского Союза, когда все ходили шить в ателье, потому что полки были пустые и одежды не было, приходит как-то ко мне бабушка, белый одуванчик, приносит ткань, видимо, она была какая-то жена в прошлом офицера нашей армии, и она приносит вот эту офицерскую ткань, цвета морской волны, очень жесткую, очень упробую, которую когда-то выдавали вот этим нашим офицерам для того, чтобы они шили по себе форму. И вот она приносит мне отрез такой ткани, и дрожащим голосом мне говорит, «Доченька, шея, говорит, мне платится на смерть». Я ничего не моргнув глазом, не сказала, и придумала ей вот такой фасон. Представила себе картинку, тогда это было, видимо, для нее актуально, я представила ей картину, и здесь я сделала по горловинке, украсила, как могла эту горловинку, не помню, как уже у меня там было что, по-моему, я сделала ей какие-то планочки, какие-то я сделала ей вот такие вот защипчики здесь, чтобы красивенькая она у меня получилась, что-то на рукавах там какие-то манжеты оформила. Ну, в общем, постаралась выполнить свою задачу как можно лучше. Так как крой у меня был хороший, приходит моя бабушка. А, когда начала я кроить, я увидела, что у нее выступ лопаток, сняла мерочки, и у нее как раз вот такая вот история с выступом лопаток. И я должна была на спинке забрать ей лишнюю ткань. А незадолго до этого в моей личной жизни случились такие обстоятельства, что я дохаживала маму, и в три часа ночи это произошло, и нам с мужем надо было ее переодевать. Одежда у нее была обычная. И я представляю, как это было трудно сделать. Я быстренько представила, как это трудно сделать ее родственникам. Если я сейчас уберу вот эту лишнюю ткань и постараюсь сделать это платье таким полуприлегающим, как в обычной жизни. Я не стала этого выполнять, пожалев ее родственников. То есть я оставила ей вот эту спинку достаточно широкой. Я не стала ей даже делать, ну, по-моему, выточку какую-то я там подобрала, ну, и все. То есть я не стала вот это все делать и вот эту всю историю выполнять. Что произошло? Не помню, был у меня средний шов спинки, наверное, даже его не было. Может быть, у меня был замочек какой-то сбоку. Что произошло дальше? Когда она пришла за готовой вещью, увидела вот эту красивую картинку, забрала радостное и счастливое и ушла домой. Через недельку она возвращается и говорит мне, Галина Леонидовна, я, говорит, одела вот это платье на себя. Дочка-то, говорит, на меня посмотрела и говорит, мама, какое платье у тебя красивое. Ну, посмотри, что у тебя сзади. Как ты в этом платье в театр-то пойдешь? Понимаете? То есть увидев вот эту вот всю красоту, она передумала, значит, уходить в другой мир и принесла мне это изделие назад. А так как я ничего вот этого изначально не предусмотрела, и мне вот эту лишнюю ткань пришлось убирать, все-таки распарывая потом вот этот боковой шов, я убирала это в боковой шов, у меня поднималась немножко вот эта история, я как бы делала вот такой вот разворот ей сюда, мне пришлось переоформлять пройму, вот здесь мне пришлось добавлять какую-то остаточную выточку на лопатке, чтобы развернулась вот эта вся история, то есть сутюживать мне там надо было, мне пришлось выпарывать рукава, в общем, огромную-огромную переделывать при этом низ, потому что было движение влево и наверх. И вот здесь вот все, мне вот эта вот и талия у меня потом поднималась, и низ мне пришлось переделывать. Вот такая у меня была веселая история, но бабушка осталась довольна. Я, конечно, эту вещь спасла ценой невероятных усилий, потому что пришлось практически все перешивать, кроме вот этой вот горловинки, передней полочки и кокетки. Вот такие вот смешные бывают иногда у нас казусы, но клиент всегда прав, клиент должен быть доволен, и мы с вами должны всегда придумать любые средства и возможности найти для того, чтобы угодить клиенту, для того, чтобы он ушел от нас довольный. Но будьте внимательны, изучайте фигурку, и если у вас есть выступ лопаток, пожалуйста, смотрите, что там нужно делать. А ссылочки на вот эти все подробные построения я вам дам, они сохранены в предыдущих видео. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте об этом. Всегда ваша Галина Колодейко.